МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». В прямом эфире мы на программе «Влияние». Спасибо, что вы остаетесь на «Импакте», влиять вместе с нами. Я предоставляю Александра Шевченко, старший пастырь церкви «Дом хлеба». Добавляю всегда, в престольном граде Сакраменто. Да, наш любимый город. Велком, Александр. Спасибо, Юрий. Велком. Мы имеем за последний месяц с тобой, за последние два месяца, это вторая встреча у нас с тобой, хотя в повторе были программы. И мы поговорим сегодня относительно того, что имело место здесь же, в Сакраменто, на базе церкви «Дом хлеба», также на платформе твоего служения, Александр Шевченко, министрис. Это был саммит. И наши зрители, друзья, вы только что видели, некоторые нарезки из того, что происходило. История нашумевшая, события немаловажные. И на, так сказать, на злобу того, что же там происходило, мы и будем сегодня беседовать. Цель тобой преследовалась, и мы говорили, когда сидели втроем с Иваном Лещуком, цель преследовалась провести анализ харизматического движения, тронуть вопросы кризиса или кризисов, проходящих через харизматическое, или имевших место в харизматическом движении, отклонения, злоупотребления, потом всевозможные поползновения, то есть все это, так сказать, в твоих благих намерениях имело место, и я свидетель этому. Второе, что я выявлял, когда ты готовился к саммиту, лично вот в твоих речах, то есть усматривал то, что у тебя были искренние желания, они так и остались, достичь определенных результатов в диалоге, совершенно верно, и этого, так сказать, у тебя было не отнять. Я задавал тебе вопрос и относительно Алексея Ледяева, относительно пятидесятнического движения, даже баптистского движения. Алекс, достигнута ли была цель? А если нет, что пошло не так? Если можно так вот? Ну, прежде всего, Юрий, спасибо, что ты пригласил меня, и моя точка зрения – это всего лишь одна из точек зрения. Я рад тому, что каждый, не каждый, но многие, некоторые участники саммита уже успели провести подобный анализ, анализа. И каждый видит это со своей стороны, и я в том числе вижу, ну, что-то со своей стороны. Я сделал свои выводы, я совершенно с открытым сердцем шел послушать людей, и мне было очень приятно наблюдать максимальную открытость, искренность людей, и было приятно наблюдать культуру спора, что очень большая редкость у славян, у наших людей нет культуры спора. Они сразу переходят на «ты», они сразу переходят на оскорбление. Вот этот момент удалось соблюсти каким-то образом благодаря достаточно воспитанным людям, которые были участниками этого саммита. Главное, чего хотелось, это послушать аргументы и контраргументы, поскольку присутствовали все равно антиподы, определенные разные точки зрения, на одни и те же вопросы, которые я озвучивал в начале каждой сессии. И это было очень и очень интересно. Уверен, что со мной согласятся люди, которые там были или которые смотрели. То есть когда ты слушаешь разных людей, разные опыты, перед тобой предстает панорама. То ли мы обсуждаем какое-то движение, то ли отдельных личностей, то ли какие-то практики духовные. Перед тобой вот эта панорама разных взглядов и опытов. И это было очень полезно. Поэтому каждый высказывался, а потом и контраргументировали эти аргументы друг друга. И таким образом каждый имел возможность сделать свои выводы, принимать какие-то решения, ну и, наверное, нести ответственность за свой выбор, который делали люди. Поправь меня, Алекс. То есть в анализе ты преследовал цель выявить, ну, во-первых, там это то, что я помню, в прошлом эфире мы говорили, это зереси или еретические учения, то есть и духовные проявления, лже, так сказать, потом личности, отдельные личности и движения, и что-то еще я не помню. Ну да, практики, проявления и движения. Да, все эти вопросы поднимались. Я не знаю, смотрел ты или нет. Отрезок смотрел, да. Отрезок, да. То есть довольно откровенный был разговор о Лиджероке, о Манмин-церковь, о Владимире Мунтиане, о Тиби Джошуа и всякие другие проявления, там, золотая пыль, елей на ладонях, перья ангельские, включая там и падение, святой смех. То есть прямые вопросы задавались пастору Алексею, Максиму, как вы на это смотрите? Вот это новое движение речников, где повально этот святой смех практикуется. Их очень много, кстати, этих общин развивается на постсоветском пространстве. Конечно, вот прикрывались, вот такие либеральные харизматические крыло, прикрывалось иногда, мы не хотим судить, мы не хотим критиковать, но все-таки, да, да, нет, нет, давайте попробуем. Я в меру допустимого иногда поджимал к стенке, но все-таки ваша оценка этого. Не надо судить людей, но как явление, можно же как-то обозначить свое отношение к этому явлению. Потому так или иначе приходилось это делать, то есть трудно было соблюсти нейтралитет в силу того, что были разные взгляды, и я как-то вот прижимал, можно сказать, к стенке, позволял себе в меру допустимого требовать более определенных ответов на поставленные вопросы. Ну и тебе, ты старался, насколько я понял, из уст других, когда некоторые из присутствующих личностей пробовали перевести это в рамки хи-хи-хи, ха-ха-ха, ты все-таки, тебе приходилось обрезать и так сказать, вот, ну, давать понимать, что слишком серьезные вещи, чтобы хи-хи-хи, ха-ха-ха, очередное было. Ну, были смешные моменты, их не отнять, и личности такие, которые действительно умеют насмешить зал, но на самом деле, ну, предмет-то серьезный, разговор-то очень серьезный, и мне показалось, и другим людям показалось, что когда ситуация требовала очень конкретного ответа, некоторые люди спрыгивали на юмор, это всегда хороший ход в сторону, люди посмеялись, атмосфера разрядилась, и ответа не прозвучало на поставленный вопрос. Поэтому приходилось иногда возвращаться к этому вопросу, хотя негативный момент, как я оценил, процентов 30 вопросы, которые я ставил, изначально... Они предварительно были подготовлены? Они были предварительно подготовлены, всем были разосланы, за два месяца до дискуссии это не было сюрпризом для всех участников, они имели возможность помолиться и подготовиться, никто никого ни на чем не подлавливал. Но процентов 30, на мой взгляд, поставленных вопросов не освещалось. Почему-то люди не были готовы, либо их было слишком много, либо они были слишком сложными, эти вопросы, но мы даже к ним не подошли. Я бы сказал, процентов 70 только освещалось, вопросов, которые я... Александр, смотри, буквально перед эфиром я говорил с одними из служителей, в моей формули... Это моя формулировка, так сказать, я не буду приписывать это другим. Не делались ли попытки, так как некоторые восприняли с твоей стороны, реанимировать труп? Не делались ли попытки, что... Не боишься ли ты, что тебя могут обвинить в том, что цель преследовалась очень благая, намерение было действительно, ну, свято, но реанимировать трупа не получилось? Я побоюсь точно даже думать, что или кто имеется в виду, но где-то я тоже соглашаюсь, что если, скажем, человек уже не жилец, и его держат под капельницами, искусственно поддерживая его, биологические существования, то он даже врачи долго не держит. Даже врачи понимают, что он сам по себе уже жить не сможет. Не жилец. Может быть, не стоит его и реанимировать. Но с другой стороны, это очень здорово, что существует медицина, которая все-таки дает шанс сохранить, поддержать жизнь человека искусственно. Вдруг удастся человека все-таки вернуть к жизни. Потому да, да, не скрываю, что абсолютно из добрых побуждений сохранялось такое желание, чтобы отдельные личности, отдельные люди имели возможность реанимировать это очень резкое слово. Я его даже в мыслях не допускал. А вот реабилитироваться в каком-то смысле перед христианским сообществом, да, это было бы здорово. И это нужно не мне, это нужно им, я так считаю. Да. То есть, и ты чувствуешь, что все-таки чаяния не оправдались, к сожалению. Ну, похоже, что нет. Похоже, что... И ты говоришь это, по-моему, с сожалением. Я так чувствую. Потому что я считаю, что харизматическое движение в каком-то смысле принесло раскол в среду евангельской церкви. Мы много об этом говорили. Когда Лютер в 15 веке затеял вот эти реформы, с обычных проповедей все началось. Он даже мысли не допускал расколоть католическую церковь. Он любил свою церковь, и он просто обличал ее пороки. Да. Просто его проповеди вылились в то, что это выросло в открытый конфликт, в физическое противостояние, и больше ста тысяч людей было физически убито в этой бойне. И я рассказывал об этом на саммите, что, скажем, Янгус — это благородная личность, национальный герой Чехии, но гуситы, его последователи, взялись за вилла и за мечи. И несколько десятилетий шла война в Чехии. Больше половины населения поубивали протестанты-католиков, католики-протестанты, потому что сегодня, если спросить обычных жителей Чехии, они плюются в сторону протестантизма. У них это ассоциируется с войнами бесконечными. Поэтому у меня возникает вопрос, можно ли как-то по-другому делать реформы? Есть ли какая-то допустимая моральная, духовная мера, чтобы это не вылилось в открытое противостояние, чтобы не рвалось по-живому? Мне было 17 лет, когда все это началось. Я имею в виду харизматическое движение. Это рвалось по-живому. Рвались семьи между мужьями, женами, между детьми, родителями. Рвалось. Люди уходили, конкретно говорили, что это старое поколение вымрет, его не будет, оно исчезнет, весь этот баптизм, пятидесятница, с ним все закончится, все перейдет в новый формат, в новое поколение. Это же был серьезный негатив. Да, я считаю, это провоцировали конфликт. И это было ребячество. Я анализирую некоторые моменты ребячества. Ему должно иметь место до тех пор, пока ты растешь духовно и находишься в первоначальной стадии, может быть, чуть-чуть. Обретаем опыт, делаем какие-то робкие попытки все-таки определить себя в служении, выявить какие-то новые формы, проявления. То есть до определенного времени и момента, и уровня это допускает. Но на то оно и ребячество, выражаясь в том, что сын доколе в детстве, он подчинен домоправителям, но когда этот сын поднимается, и как где-то у пророка сказано, что это в принципе проклятие, когда молодой юноша насмехается над старцем. Если уже проводить параллели между харизматическим движением, которое пытается в какой-то мере извинить свои вот эти все резкие вещи, ребячеством объяснить и оправдать, ну как бы детство было, чудили там, да, ну то, предполагается более серьезное, которое какое-то осознанное. Но главное, Юрий, не в этом. Главное, мне показалось, что главный лидер этого Алексей, пастор Алексей Ледяев, он не видит, он не чувствует необходимости, вины, необходимости диалога. он не чувствует необходимости диалога. Он, мне кажется, увлечен своим движением, новое поколение. Личностью своей или движением? Я не говорю личностью, я говорю вот своими достижениями, своими операми, которые он написал, своими музыкальными проектами. Он действительно увлечен, он действительно талантлив, но мне кажется, ему не столь важно вести диалог вообще с братьями, с церковью. Ты определил это, да? Мне так показалось. Пусть я ошибаюсь, но ему не столь интересно. Прошу прощения, завтра в эфире будет утром Алексей, мне позвонили, позвонил один из пастырей, попросился провести эфир. Мое условие было, я с присущей мне прямотой, прямо так и скажу, мое условие было, дабы не было там новых мировых порядков, и прочее, прочее, вот этих всяких этих. И Алексей будет в эфире, поэтому это, так сказать, я не почувствовал большой проблемы в том, что вы предоставите эту платформу, если будет, так сказать, здравая беседа. Поэтому это я к слову, да. Ну да. Ну, в частности, новый мировой порядок, я его читал еще лет 10 назад. Поднимали ли этот вопрос? Косвенно, да. Косвенно. Потому что главный акцент нового мирового порядка, это как бы мироустройство, которое начинается с государства, когда у власти священники, когда они вхожи к царям, когда они диктуют политику государства, меняют законы, и, соответственно, меняется общество. Это вот как бы генеральная линия нового мирового порядка. Поэтому и пастор Артур, Симонян и другие участники говорили, так это уже было в истории, когда папы имели власть над царями. И что мы помним? Инквизиции, мы помним костры, мы, ну, как ты общество изменишь? Очень хорошо сказал Виктор Судаков, он сказал, все начинается изнутри человека. Принцип Евангелия – это изменить сердце. И когда изменяется сердце, изменяется окружение, поведение, отношения. Все изменяется. А извне ты не изменишь. Жан Кальвин уже это попробовал, град земной превратить в град небесный, Женеву, в Швейцарии. И что с этого получилось? Да ничего. До эфира я также беседовал с одним из служителей, как мы говорим, серьезного калибра. И мысль мне его понравилась. Он говорит, относительно вот этого, мы эту тему подняли также. Мысль какая? Говорит, что каждый из нас призван для определенного своего поприща. Вот в молодом возрасте человек имеет призвание идти в юриспруденцию, оканчивать университет. И он идет, идет в этой линии, идет, идет. Он растет, он по служебной лестнице возрастает. Его потом могут продвинуть выше, выше, выше. То есть, и он интерпретировал это таким выражением, как это жизненное бизнес-поприще. То есть, это нормально. Карьера. Да, совершенно верно. Карьера. Говорит, другое дело, когда это преподается в другом совершенно соусе. Вот давай, вот дави, давай сверху, дави на всех. И это... Я так послушал, думаю, есть в этом, вот, есть смысл. Да. Потому что, например, смотри, если говорить за мою, в меня, чисто в моей практике жизненной, я двигался по линии карьеры. Было такое, когда я окончил учебное заведение, и буквально через короткое время меня поставили в одном из городов Украины, я был в молодом возрасте замначальника железнодорожной станции. Это в 22 года. Да, в 22 года. И мысль, ну, идти по этой линии. Потому что я сам по профессии железнодорожной. Железнодорожной. вот как мы видим в области политики, в области бизнеса, в области you name it. То есть you name it, you name it. Юрий, конечно, есть такое понятие, как призвание отдельных людей. Но не Давид ничего не делал для того, чтобы оказаться у власти. Это был суверенный акт Бога. Выбор просто. Вот пал на человека, когда он в степи пас овец. Не Исфель ничего не предпринимала. Не Даниил ничего не делал. Не Даниил, не Сидран. Хотя учился хорошо и все. Да, но они не предпринимали ничего. Это было явное призвание. И Бог их просто взял и поставил. И все. Потому, конечно же, Бог может все. Конечно же, Бог ставит людей и помазывает людей. Но превратить это в программу, что церковь должна стать такой площадкой для диалога с государством, это уже пробовали в веках. Это не новые, никем не придуманные. К сожалению, оно себя не оправдало. Церковь должна быть аполитична. Она должна быть нейтральной. Я смотрел однажды фильм о папе Павле Иоанне II. И он, когда в Польше был священником в время Второй мировой войны, к нему тайно в храм приходили исповедоваться и поляки, и евреи, и фашисты, которых мучила совесть. И он понимал, что молодые ребята вынуждены оказаться в такой ситуации перед страхом смерти. Они вынуждены были покоряться тогдашнему режиму. И совесть их мучила. И они приходили к нему. И он отпускал их грехи. И врагам, и своим, и жертвам, и насильникам. Это и есть церковь. Ну, я считаю, что это и есть церковь. Да, она должна быть открыта. И быть аполитическим. Смотри, Алекс, Александр. Александр Шевченко с нами в прямом эфире, друзья. Как раз относительно происшедшего на прошлой неделе, на позапрошлой, мы и беседуем. Саммит, здесь пасторский саммит. И смотри, удалось ли выявить такие моменты все-таки относительно еретических учений? Удалось ли поставить все-таки точку над тем, над и, что является еретическим учением в нашем евангельском, а что не является? Да, разумеется, поднимались эти вопросы, и речь шла уже о таких очевидных крайностях, очевидных отклонениях от классического богословия, классических взглядов богословских. И хотя у этих людей достаточно большое количество последователей, если грубо сказать адептов, которые, разумеется, их не признают в заблуждении своих лидеров, но это же очевидно, когда человек утверждает, я соблюл все 66 книг Библии, что у меня безгрешная кровь, что у меня нет ни первородного, ни наследованного греха. Это же очевидно, что это люди, проповедующие ересь. И потому удивляет другое, удивляет, как этих людей приглашают на конференции, удивляет, как этих людей вещают на телеканалах, вещали, в том числе на Сен-Элле, удивляет, что, как пастор Алексей сказал, ну, было, ну, было с Сан-Деем, ну, было, да, молился, как бы там, благословлял его, а потом вот так получилось, ну, было. Но так же было и у Самуила, слова Алексея, что Самуил поставил Саула, а потом вот так все закончилось, как бы некрасиво. Но я сказал пастор Алексей, ну, по крайней мере, Самуил после того, как случилось с Саулом, обозначил свое отношение к случившемуся. По крайней мере, Бог говорит, отступил. Да, ты отступил, царство-то отошло, Бог нашел другого. А вы свою позицию по отношению к Сен-Дею обозначили после того, как все случилось? Или оно настолько все размыто, что так и непонятно? Вы оправдываете его, вы с ним дружите, вы с ним заодно, или вы... То есть никто же позиции не обозначал. Все как бы лавируют или оперируют термином «не суди», «не суди». А кто ты такой судить? Так как же уже, уже и самоубийства имеют место после «Кингс Капитала», уже весь мир судит, уже миряне судят, не говоря о нас, нашей дальновидности, которая должна присутствовать у пастырей, хотя бы издалека предвидеть эту беду, идущую. Уже даже об этом не идет речь. Уже очевидные проблемы. И то мы призываем «не судите». Но я считаю, это крайности. Благодаря Павловскому, благодаря Николаю Котякову, который, к сожалению, уже нет с нами, и другим людям, вот эти гвозди, я бы сказал, вот эти ясные, понятные, истины забивались по самую шляпку. Да, это ересь. Смотри, почему под эту плоскость или под эту одну платформу ереси, так называемую, подгоняют наши славянские нормальные, здравые учения церква. Ты неоднократно в этих церквах, как мы говорим, более свободного направления служишь. Я служу в этих церквах, как мы говорим, прохаризматического направления, в равной мере и в пятидесятнической, даже в баптистских церквах. Я служу даже в баптистских церквах, на удивление. И это, почему, или исходя из чего наши старшие братья все-таки подгоняют под 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 одну гребенку мы стрижем, ну, и нас. И нас. почему? Нет, это всегда было и всегда будет. В этом случае это был анализ харизматического движения. Я убежден, что если бы мы сделали анализ пятидесятнического движения, там, простите, свои тараканы. И там есть тоже, за что стоило бы извиниться или покаяться. Даже взять известную книгу Владимира Франчука «Просила Россия дождя у Господа». Человек, который до обмозг костей пятидесятник, большой патриот Воронаева, и ставили памятник в Одессе Воронаеву, и между тем он без пристрастий, считая, как и должен настоящий историк, написал о больших отклонениях, всяких пророчествах, которые заводили людей в большие проблемы и тупики. Не хочется говорить, что недавно произошло даже в Боис-Айдаху, это там тоже замешаны пророчества серьезные, как будто бы новая волна миграции где-то двинется в Бразилию, это вообще новые темы, и кто-то должен, вот, кстати, поднимался этот вопрос, кто-то должен тоже обозначить, что вот эти пророки или пророчества, они ложные, ну, хотя бы, вот, я вообще когда-то предлагал, ну, хотя бы обозначить их фотографии или имена отдельных людей, которые путешествуют по церквям. Можно показать, можно импакте показать, но вроде бы шутки, но оно очень много вреда принесло, потому я говорю, что это был анализ именно харизматического движения, но это никак не говорит о том, что нет ошибок или заблуждений в пятидесятническом движении. Стоит ли делать такие саммиты для чисто, может быть, отдельно, сугубо для пятидесятницких? Думаю, что да. Это протрезвляет, это нас очищает, как вот фильтр очищает, воду очищает. Серьезно, вот ты слушаешь и думаешь, да, интересно. Вот вчера случайно наткнулся на ролик одного православного священника, где он объясняет, как он пришел к пятидесятникам, будучи молодым человеком и пришел туда по приглашению, что там приехал видный служитель, у которого есть дар истолкования языков. И он говорит, а я знал иврит и арабские языки. И люди становились в очередь, подходили к нему, молились на иных языках, и он им истолковал эти языки. И я встал в очередь. Он говорит, и я когда к нему подошел, я прочитал псалом какой-то на иврит. Я его знал наизусть. И он даже повторил там в эфире вот так он звучал на иврит. На что он мне истолковал, сын мой там процветание тебя ожидает и благополучие. Потом я сказал, а можно еще? Он говорит, давай. Я на арабском прочитал какой-то там текст, который он знал наизусть. И тоже послание, будет тебе процветание, успех, держись, Господа, и все в таком духе. И я, говорит, при всех сказал, этот человек врет. Потому что подлинный смысл вот этого, вот текста, вот он. это просто иврит, вот это арабский язык, да. И на что о пресвитертой церкви поступил очень справедливо, он говорит, он действительно этого человека увел, он со мной побеседовал, он удостоверил. Ну, как бы, просто фрагмент. Я просто сейчас вспомню. Но такого же много, Юрий, но такого же всякого, всего много. Все, что связано с разными духовными проявлениями, надо быть очень осторожным. Смотри, Алекс, когда когда река имеет русло, имеет берега, то есть она, с кем-то мы в эфире как-то беседовали на эту тему, она, так сказать, приносит пользу. И река орошается, и поля, и прочее. И дамбу построить, и энергию дает. Совершенно верно. Когда размытый берега превращается в болото, та же самая река превращается в болото, и от болота только ущерб, никакой пользы, потом надо вывозначить. То есть смотри, в чем нас могут обвинять. Нас могут обвинять в том, что мы размыли берега. Берега размыли тем, что толерантность к одному, к другому, к третьему. И это чуть-чуть можно, и это чуть-чуть можно, и то чуть-чуть можно. И не суди, и не критикуй, и ты не знаешь, и ты там не был. Но для этого есть Слово Божие. Все-таки Слово Божие, за что боролись все протестанты, это всегда дать Слово народу. Все. Скорина в Белоруссии, Иван Федоров в России, тот же Янгус, прежде всего создавали письменность и переводили на понятный язык священное писание. Лютер, это первое, что он считал важным, перевести Библию на понятный немецкий язык. Почему? Потому что Библия всегда была на цепи, на алтарях у священников, и считалось, что просто люди не имеют права читать Библию, потому что у него нет ума объяснять эту Библию. А оказалось ровно наоборот, что когда Библия попала в руки людям, они получили шанс сравнивать, как учат священники и как учит Христос. Поэтому этот принцип остался до нашего времени. Не надо обольщать сверхъестественным, не надо, простите, на уши вешать лапшу. Есть конкретные тексты в Библии, которые должны проверять нас на предмет истины, порядочности в наших действиях. До сих пор Библия остается мерилом. Потому что Христос сказал, если вы бросите этот жемчуг свиньям, они его потопчут, потом развернутся и растерзают вас. Вы же и пострадаете из-за того, что истина, которая вам была вверена, чтобы вы ее хранили и преподавали это слово так, как оно есть, а вы его размыли. А размывается все, размывается все абсолютно. Трактуются тексты писаний просто странно. С потолка. Просто вот это взять визуализацию, скажем, четвертое измерение. Вроде бы от Давида Ингичу это пошло, что он хотел велосипед иметь, стол, и это было в отрочестве или в ранней юности. А машина зеленая должна была быть или велосипед? Но потом его так перевели, все. Это же оккультизм, когда человек сам себе загадывает, мечтает. Мечту сделали почти как откровение. Мечтай, провозглашай. И она будет материализоваться. И она будет материализоваться. С четвертого измерения с духовного мира перейдет в мир материи. Не думаешь ли ты, что это ребятство пройдет со временем? Но беды наделает. Беды наделает. То, что пройдет, это пройдет точно. Но беды наделает. И что именно меня удивляет? Что вот смотрю ТБН, американский ТБН, и там один человек конкретно говорит, вот дайте такой обед, что вы будете платить там, кажется, 360 долларов в месяц мне, и я буду за вас год молиться. Сделайте такой обед на год на 360 долларов. Только не заимствуй эту идею, Юрий. Это трюк. Это настолько трюк. И вы станете миллионером в течение года. Человек думает, ну да, 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 сейчас, ага, не поведусь на это. Он говорит, не верите, посмотрите. И начинает показывать свидетельства людей, которые в прошлом, позапрошлом году согласились на такой контракт, на такую сделку. Речь идет о светских людях, им там Бог этот есть, нету, им работает механизм, все. И у них есть результат. Они стали миллионерами. Разумеется, когда у человека было таких 100 человек или тысячу человек, то, конечно же, с этой тысячей кто-то стал миллионером. Буддист он, коммунист он, какая разница? Верит он в этого Бога, не верит, какой образ жизни ведет. Это сейчас никого не интересует. Человеку нужно стать миллионером. Все, он согласился на сделку и стал миллионером. Один, двое, трое из тысячи. И он берет этих людей, записывает свидетельства, не рассказывает. И другие слушают, вау, действительно, сработало. И люди на это идут. Но это же развод. Да, это ярко выраженный развод. И это трюки, это даже не харизматические трюки, это, я не знаю, какие, нельзя сказать, дьявольские, но тем не менее, они в ущерб. Они только высвечивают подлинное христианство во свете. Давай, 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 и все. Вообще, христианство – это Христос, это сила Духа Святого, способного изменить природу человека. Человек становится мягким, щедрым, получает силу прощать, быть жертвенным, помогать безвозмездно. Вот этого никто не может дать. Ни одна религия на земле такой силы не обладает. Смотри, насчет христоцентричности. Мы разделены, мы разделены на братство. Как бы нам это вот, ну, это больная тема, для меня неприятная, неприятная тема. Но тем не менее, каждый из, ты знаешь, я получил письмо, уже прошло, наверное, больше несколько лет, я получил письмо от служителей, он написал, что ему 82 года, и он из Совета Церквей, он где-то на том берегу, я не помню, он говорит, я из Баптистов, мы из Совета Церквей, я нес служение в Казахстане, они были высланы туда, в Караганде, по-моему, и это, он говорит, брат Юрий, я чувствую, что мы с вами, хотя я вам горжусь в отце, он так пишет, мы с вами одного духа. И ты знаешь, я прочитал своим это письмо, и это мне как елей, как елей. А потом я поймал себя на мысли, думаю, обожди, мне же говорили, что у нас разные братства, вот у нас, ну, Христос то один. Вот смотри, не страдает ли тело Христов? от того, что если, Алекс, ты не с моего братства, я, может, тебя или отодвину, или, или, или я буду делать все попытки с тем, чтобы, ну, продемонстрировать. однозначно страдает, однозначно страдает тело Христово. И это самый больной момент, когда дом разделился в себе, когда одни люди говорят, я Кифин, я Павлов, я Аполосов. И я вот задумался над этим, да, что заставляло людей так сознательно отождествлять себя. Да, кто-то с Павлом, кто-то с Петром. А я Христом. да, а он с Павлом говорит, а разве Христос разделился? То есть, что вы делитесь? Ну, а люди делятся. Вот интересно, вот Павел пытается сказать, так я же с Петром, мы же одно. Так, ну, я к язычникам пошел, но мы же все вместе, почему вы делитесь? И потому интересно, это не в наши дни возникла проблема, а люди себя каким-то образом позиционируют с тем или другим лидером, может, через него они уверовали, может, у каждого лидера свой темперамент, свой какой-то почерк, свои какие-то акценты, да, и человек уже так вот ближе к нему, привязался к нему, и потом, наверное, создается братство. Если вот эти лидеры, я так думаю, нечистоплотны, в них присутствует вот эта бацилла, эго, эго, да, все-таки создать свое движение, все-таки подчеркнуть, а в моем движении 400 церквей, а в моем 600. Один тоже епископ сидел у меня в офисе на диване и говорит, примыкай к нашему движению. Я говорю, а какое у вас движение? Я говорю, даже не знал, что у вас движение, знаю вас несколько лет. О, у нас очень большое движение, у нас 802 церкви в движении. Я говорю, ух, это внушительная цифра, поделитесь, откуда эти люди и что это за церкви? Он говорит, одна здесь в Сакраменто, две в Сакраменто церкви, а, 803, одна в Украине наша церковь и 800 в Китае. Я говорю, а в Китае как это? Там наши миссионеры поехали, там люди захотели примкнуть в наше движение. Я говорю, а вы хоть сами в Китай были? Я не был, но наши люди ездили и там местные епископы согласились примкнуть к нашему движению. Но у меня просто дыхание перемыкает. Но я не умею это объяснить. Человеку за 60-е, человек, ну что это такое, Юрий? Ну что это такое? Не наигрались? Или что? Что это тебе добавляет? Ну что это такое? Я не хочу его критиковать. Может, очки хочет, так сказать, себе в свою копилочку понабрасывать? Потому я обращаюсь к Аполлосу, Павлу и Кефе. Если бы они были людьми амбициозными, они бы действительно вот играли этими цифрами и рейтингами, да? А у меня столько, а у тебя сколько, а у меня столько. Но если люди работают на славу Христа, они сознательно идут на сближение в меру допустимую. Потому что все равно есть вещи, которые мы обозначаем как неприемлемые. Дело в том, что ты вспомнил Николая Катякова. И ты знаешь, во время беседы мне вспомнилось, опять же, возвращаясь к этой, но больная тема братства. Потому что мне приходится быть и там, и сям. Да, я попал в одну среду. Зрители пригласили, попросили пастыря, чтобы пригласил меня. Я служил в церкви. И мы перед служением, как обычно, пришли в братскую комнату, пастырскую. первый вопрос братюра, ты из какого братства? Говорю, из Христового. Из Христового. Скажи пароль. Скажи пароль. Я вспоминаю покойного Николая. Я попал уже не менее, более 10 лет я попал назад в Рыбницу, там где этот Калыч, который он основал. Я попал, и узнали братья, что я там. И директор подошел и говорит Юрий Михайлович, там как они именуют, знаешь, на постсоветском пространстве. Юрий, сын Михаила, проведи несколько уроков для студентов. Вот я не хожу в больших проповедниках, и тем более в профессуре. Я никогда не был замешан. В профессуре, да. Но тем не менее, я говорю, первое, что у меня, исходя из, наверное, моего багажа духовного, я говорю, так я не из вашего братства. Это Виктор Иванович покойный. Белых. Белых, да. А он посмотрел на меня, говорит, Николай Котяков дал тебе хорошую характеристику. А я говорю, ну если дал, ну ладно, я там провел пару уроков. Возвращаюсь я сюда и звоню. Говорю, Коля, говорю, что ты там им наговорил? Говорю, что ты там им наговорил? Говорю, что ты им наговорил? Говорю, что меня так приняли. Говорит, Юра, помнишь, как он и говорил, Николай Иванович? Я сказал, что ты человек Божий. И этого было для них достаточно. И я так посмотрел, думаю, смотри, вот как мы можем вмещать? Вот вмести. Благодаря этим связям вообще держится тело церкви. Благодаря. Благодаря таким отдельным личностям, которые могут вообще вот в духовном мире иметь какое-то различие. И здесь братство ни при чем. Даже на этом саммите сидели люди с ОЦХВЕ, вот это ОЦХВЕ, о котором ты сейчас говоришь, объединенная церковь христиан вероевангельской. Сидели за столом, ну и разные люди сидят, говорят, вы откуда? Мы из ХВЕ, христиан вероевангельской. А вы откуда? А мы из ОЦХВЕ. А я говорю, а в чем здесь разница? Сложности мне такие какие-то. А в чем здесь разница? А они говорят, ну это просто ХВЕ, а ОЦХВЕ. Я говорю, это уже игрословно. Понял, да. До юмора доходят. Это настоящие христиане вероевангельские. Ну, потому я говорю, если лидеры амбициозны, они рвут тело. Если лидеры работают на авторитет Христа, они соединяют тело. Александр, когда, а я более чем уверен, что ты все-таки пробуешь наладить мосты, делаешь попытки, и неоднократно, и когда ты не видишь соответствующую реакцию на твои попытки все-таки и мосты наладить, и отношения построить, и прочее, какая твоя реакция? Остановиться и сказать, насчет сами не треба, как украинцы говорят, или нет? Ну, и, во-первых, я понимаю, что вот этот лидер, который не хочет идти на сближение, это всего лишь человек, один из людей, да, но высокий процент людей, которые в его же движении, вот, они по-другому могут смотреть на меня или там на мою деятельность духовную или на мои проповеди, и потому я стараюсь не огорчаться, не обижаться, это не мне нужно, я его не перетягиваю под свой бренд или под свой флаг, я вообще его не имею, я вообще понял, что к людям важно приходить с умой, а не с флагом, когда ты приходишь с флагом, со своим брендом, пусть это будет дом хлеба, пусть это будет любая другая церковь, люди опасаются, потому что ты метишь территорию, ты ставишь флаг и обозначаешь, вот это моя территория, и начинается перетягивание, когда ты приходишь с хлебом, просто с умой, ты не опасен, поэтому еще 13 лет назад я получил от Бога слово не создавать одноименных церквей дому хлеба, она одна, эта церковь, все, помогайте церквям, содействуйте, служите всему телу церкви, чем можете, но не делайте этого, потому у нас одна церковь, дом хлеба, и кто желает каким-то образом соотноситься, дружить, поддерживать, пожалуйста. Это не опросник этого, как он, француза, Марселя Пруссо, да? Не опросник, это не опросник, но вопрос, хорошо, а твоя квалификация братства любите, что это такое? В классическом, традиционном представлении это наше братство любите. Совсем недавно я сидел в офисе, 4 недели назад, у одного тоже известного епископа, который сказал, братство любите, я сказал, это ваше братство, или я могу пойти в ассамблеевское братство, или это уже не братство ассамблеевское, вы его признаете за братство? Это же все наши люди, Пиакун Александр, Александр Калинюк, Прохор Виктор, Джордж Давидюк, или они уже не наши братства? Это, кстати, мои прекрасные друзья, это мои хорошие друзья. И мои тоже, и мои тоже, потому как я могу входить в одно братство, чтобы то братство не признавать за братство, потому я остаюсь в стороне, к сожалению, к сожалению, меня вынуждает, это как в тюрьме строгого режима, только две из группировки, да, ты сам по себе не можешь быть, ты не можешь просто и тех, и других как-то, ну, соотноситься к ним. тебя ситуация, атмосфера вынуждает крышеваться, или у тех, или у других, к сожалению, к сожалению. Но ты оставляешь место для... Ничего, это... Да. Звук у нас есть, да? Подскажите нам, оператор, есть? 1, 2, 3. Ты оставляешь все-таки место для того, чтобы, если некоторые из служителей, все-таки, они стараются держаться от своего братства, или, так сказать, круг своего общения очерчивают только своим? Своим, да. Ну, это очень хорошо, если люди в семье, это очень хорошо, если люди там защищены, подотчетны, если люди там растут и развиваются, но не ценой дискредитации всех остальных. Это уже сектанство. Я был удивлен, мне однажды пришлось ехать в одной машине с Филаретом, главой православной церкви Украины. Даже так? Да. И нас никто не слышал, там, кроме водителя, вот были мы. И там еще один знакомый, который его сопровождал. И я у него спросил, владыка Филарет, я говорю, ну вот смотрите, мы сейчас не перед камерами, нас никто не слышит. Вот я молюсь Христу, я серьезно стараюсь относиться к Иисусу Христу. Полагаю, и вы. Вы меня как воспринимаете? Интересно. Вы вообще меня воспринимаете как брата во Христе хоть на каком-то уровне? А он? Потому что, говорю, например, мы тоже перенесли определенные тяготы, я больше говорю о своем отце. И в тюрьме сидел, говорю. Он говорит, нет, вы для нас еретики. Я говорю, вот так жестко. Вот так жестко. Только те маленькие разбежности, что мы, например, не признаем икон, или святых мощей, или там еще нескольких деталей. Но мы же Христа признаем, три единства Бога признаем. И вы ни на каком уровне меня не воспринимаете как христианина. Нет, вы от ветвления, от главной ветви и так далее. Я говорю, тогда у меня создается впечатление, что сектанты не мы, а вы. Конечно. Потому что я вас способен каким-то образом вмещать, за исключением определенных крайностей. То мне так кажется, что вот это сектантство, оно тоже это крайность, когда человек абсолютно закрывает свое сердце и не способен видеть никого за рамками своей конфессии или братства. Ты знаешь, когда мы начинали к слову, начинали импакт, может, может, ты помнишь те явления, это было уже 13 лет назад, если не больше, меньше. Что интересно, что на радио, на радио нашелся деятель в кавычках, который здесь на местном радио интерпретировал слово импакт как акты дьявола. Да, он нашел, нашел где-то, где-то толкование. Импакт означает в переводе на русский это акт дьявола. И поносил на чем свет заряда? Поносил конкретно и это, и некоторые, к сожалению, к их стыду служители с именем, они там подыгрывали им, подпевали. Узнал я несколько лет назад, что кончина его очень печальна, настолько печальна кончина, что мне рассказали, что я думаю, хоть бы он покаялся перед тем, как это произошло. Ну, я к чему? К тому, что если ты, Александр, не моего поля ягода, значит, все. Значит, к сожалению, это такая, это такая рана на теле Христов. Это же мы собственными руками наносим рану. Да, 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 Юрий, я слышу тебя, твое сердце и очень даже соглашаюсь, что надо расширить свое сердце и Господь вмещает нас с нашими тоже крайностями какими-то и странностями какими-то, но вмещает же и благодать свою подает. И с ошибками. И с ошибками. Мы же не клоны, мы же не солдатики оловянные, что мы одинаковые все, мы же люди. И сколько раз я замечал, например, там, человек, я вас больше не воспринимаю, вы там сказали вот это. Я говорю, это я уже за ту ситуацию три года назад извинился. Я эту дверь уже давно закрыл, да, я был неправ. О, правда? Я говорю, да, если бы мы больше говорили, мы бы больше садились за стол и разговаривали, у нас однозначно, однозначно бы строились отношения. Но нам невыгодно садиться за стол, потому что нам придется уступать. Нам придется свой бренд, может быть, мерч сделать, да, как сливаются две компании в одну, и тогда и та, и другая перестает существовать. Создается просто общий какой-то один бренд. А это же вся наша слава. Один человек говорит, я 30 лет жизни отдал тому, чтобы построить свой бренд. О церквях идет речь. Ну, понятно. Это все, что у человека есть. Наверное, это все, что у него есть. Но для меня лично, как для Александра, наверное, нет большей печали или даже унижения. Это создать то, что только тебе и нужно. Пока ты живешь, ты играешься этой игрушкой, да. А когда ты умер, оно никому и не нужно. Оно с тебя началось, на тебе закончилось. Я по-другому вижу церковь. Я вижу церковь, что мы вошли в труд других. До нас работали патриархи, пророки, апостолы, герои веры. Герои веры. Мы вошли, мы бежим в свою дистанцию, и, Боже упаси, где-то начать что-то свое строить. Я пробегу, оно не с меня началось. Я уйду, оно продолжит строиться. Мне надо верно на своем участке выполнить свою работу. Я был в Праге, меня сильно впечатлил рассказ об одном храме. Гид рассказал, это самый величественный храм, который построен в храме. Гид рассказал, что человек, который замыслил строительство этого храма, сознательно родил сына и держал возле себя с ранних лет, детских лет. Взращивал. Взращивал, чтобы и посвящал его все детали своего замысла. И сын с ним практически рос на этой стройке, чтобы сын точности продолжил идеи. Потому что, как получается, умирает один человек, и все его замыслы умирают. Приходят другие амбициозные люди. Что он здесь настроил? Да, что это за замысел? Что это за дизайн? Все переделывают. Потом приходит третий. Потому что, чтобы выдержать вот этот оригинальный замысел, нужны верные люди. Во-первых, Христос образец для этого. Он же все-таки взрастил 12. И дело, которое он начал, оно не умерло, оно не заглупло, не потухло. Потому что ученики полностью перенялись. Перенялись его идеи. Александр Шевченко с нами в эфире. Церковь и ее устройство. Из-под твоего пера, из-под печати, скажем, порадуйтесь со мной. Вышла очередная книга. О чем? Вот как раз о том, что церковь – это не наше строение, что мы пришли и мы уйдем, что каким бы умным и великим не был Соломон. Но идею строительства храма дал Бог Давиду. И Давид составил все чертежи. И Соломон не выбросил эти чертежи и не сказал, ну, ты, Давид, как бы вот Бог меня помазал мудростью, я свое построю. История свидетельствует, книга Паралипоминон свидетельствует, что Соломон в точности следовал чертежам Давида. Он понимал, что Бог вложил в дух и в сердце этого человека. Он расчертил все, там даже мера веса написана. Какая должна быть посуда, сколько, кладовые, где Соломон в точности следовал к чертежам Давида. И мне кажется, что чем скромнее человек, тем больше в нем будет страха и осознания, что мы вошли в труд других. Они трудились, а мы вошли в их труд. И мы должны просто свою часть сделать. Потому, в принципе, никакой новой идеи не предполагается в строительстве церкви. Она установлена Христом, и если мы слышим вообще, что Он заповедовал и понимаем это, то мы следуем этому. Если о книге два слова, то основная идея этой книги это обозначить особое отношение к четырем группам людей. Это население, люди, которые нас окружают, светские люди. Как вообще мы должны к ним относиться? Вторая группа людей это прихожане, люди, которые тоже светские, но которые хотя бы один раз переступили порог культового здания, церковного здания. Они еще не церковь, они прихожане. Здесь надо очень хорошо объяснить разницу прежде всего этим людям. Третья группа людей это церковь, то есть это люди завета. Чем они отличаются от прихожан? Потому что в наше время практически этой границы не существует. Люди приходят, уходят вообще, понимают ли они разницу, что они пришли в церковь, посещают церковь, или они являются церковью. Вот очень мало людей, меньше и меньше, понимают вот эту разницу. Но разница существенная, и она существует. Потому что Христос придет за церковью, не за прихожанами, не за населением. Он спаситель тела, написал апостол Павел. Все. Он придет за телом церкви. И четвертая группа людей это служители. Это из членов церкви, как вообще взрастить людей, как им помочь, как обнаружить их способности, дары, чтобы они перешли в категорию служителей. И как можно содействовать или способствовать каждой из этих четырех групп переходить на другой уровень. Вот в принципе об этом. Спасибо. Она есть. Да, она доступна. Если вы выйдете на наши веб-страницы. Александр Шевченко, церковь и устройство. Из серии Ее Величества, церковь, книга третья. Александр, спасибо. Спасибо, Юрий. Час прошел вместе. Я думаю, что вы услышали, друзья, о чем мы беседовали. Бог да благослови вас. Желаем обильных Божьих благословений. Александр присоединяется ко мне. Иисус Христос любит вас. Знаешь, какую мысль из Давида я выхватил? Он не претендовал, что он все во всем. И все над всем. Он понимал, Бог ему, как сказал, сын построит. Вот потрясающие уроки, потрясающий пример. И он принял это. Есть у кого учиться. Есть у кого учиться, да. Поэтому, друзья, читайте Писание и исследуйте его. Вникайте, углубляйтесь, копайте. И Бог мира будет с вами. Бог да благослови вас. Александр, еще раз. Тебя также да благослови. Твое служение и семью, и все, что ты делаешь. Во славу Господа. Будьте благословены. Будьте благословены. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!